Всем здравствуйте! Вот хочу поделиться с вами моим странным цветением энциклия витилина. Она же простихея витилина, она же эпидемдром витилинум, она же сюдэнциклия витилина. Эта нежная и изящная орхидея является природным видом и произрастает в странах Центральной Америки, на юге Мексики, в Гватемале и Сальвадоре. Они обычно растут во влажных сосновых и дубовых тропических лесах, и на карликовых кустарниках в районах покрытыми лавой на высоте 1400-2600 метров. Она предпочитает более прохладный климат, но я так понимаю, что и жару она неплохо переносит, но зато она нуждается в большом количестве света, около 20 тысяч-30 тысяч люксов. У меня она цветет осенью, это уже ее второе цветение у меня, хотя прошлогоднее было намного богаче и по количеству цветов, и по их размеру. Цветы держатся довольно долго, пару месяцев. Я вставлю фотографии с прошлогоднего цветения, тут видно, что цветов гораздо больше и они крупнее. Она у меня посажена в кору средней фракции и на дне горшка камни в виде дренажа и мелкая вала. Я по своему опыту могу сказать, что хоть она и любит попить, тем не менее, она любит, чтобы корни быстро просыхали и не находились влажными долгое время, иначе они начинают гнить. У меня квартирные условия, влажность держится в пределах 50% в течение всего года. На мой взгляд, это очень легкое в уходе растение, она очень хорошо наращивает корни. Я ее покупала в Акерне Орхиц, и я тогда купила два растения. Второе я недавно подарила. У второго растения были красивые старые псевдолуковицы, но оно у меня ни разу не цвело. Я очень надеюсь, что в новых условиях, где теперь много света, ей будет лучше и она зацветет. Как вы видите, у моего растения старые псевдолуковицы не очень-то красивые, но, похоже, это никак не влияет на рост растения. Но вот что меня очень смущает в этом году, так это то, что орхидея зацвела мутированными цветами. У нее в этом году всего лишь три цветка, остальные бутоны она отсушила, и из трех цветочков лишь один имеет нормальную форму. У второго цветка отсутствует одна сепалия, и у третьего тоже отсутствует одна сепалия, и при этом одна питалия и сепалия срослись вместе. В прошлом году она у меня стояла на подоконнике в спальне, там гораздо больше света, но потом компания дендрофиланопсисов вытеснила ее в гостиную. На дендрофиланопсисов в прошлом году напали трипсы, и мне пришлось их переставить, потому что до этого они стояли около открытого окна. Еще хотелось бы заметить, что листья и псевдолуковицы у витилины покрыты матовым налетом. Он, в принципе, отталкивает воду. Я очень надеюсь, что в следующем году цветение исправится. Интересно было бы все-таки понять, с чем связана мутация цветков. Ну, а если кого-то заинтересует эта огненная сеньорита, и он или она побежит заказывать ее в лакерне Орхидс, я хочу сделать анонс, так как у них в продаже есть еще одна замечательная орхидея. Это Лелия Гульдиана. Я впервые ее увидела на канале у Сергея. Я вставлю в описании ссылку на то видео. Кстати, это было самое первое видео об орхидеях, которое я посмотрела на русском языке, так как до этого смотрела видео только на английском. Я совершенно была незнакома с русскоязычной терминологией, и помню, спрашивала у Сергея, что такое пафы, фраги и блоки. Сначала, правда, было непривычно слышать про бульбы и морковки. А позже я нашла теплую компанию единомышленников, с которыми можно пожужжать про орхидеи, и которым мне нужно объяснять, почему ты покупаешь орхидеи, если у тебя нет места. Я думаю, людям за пределами хобби сложно понять и объяснить это. Было бы здорово как-нибудь со всеми встретиться на выставке в Дрездене. Ну, так вот, возвращаясь к Лелии, я не буду рассказывать об этом виде. У Сергея всё это очень красиво рассказано. Скажу только, что растения очень пришли сильные, здоровые. Я, как всегда, купила два. И обе растят цветоносы. Вторая даже растит два цветоноса. Только всё это так долго, у меня уже заканчивается терпение. Прямо как у кисы Воробьяниного. Ну, хочется же поскорее! Так что, если кто-то планирует делать заказ в Акерне Орхидс, я очень советую не пропустить эту красавицу. Ну, а на этом я прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.